Друзья, всем огромный привет! Компании 41 день до лета. Совпадение? Не думаю. Все, весна скоро закончится, начнется лето, хотя за окошком сегодня, скажу, погода не совсем радостная, но тем не менее, лето впереди. Это не может не радовать. Тебя нарадует, Наташа? Я обожаю просто лето, особенно когда вот идешь по солнышку, и люди вокруг улыбаются вообще, несмотря на настроение, потому что, знаешь, солнышко светит, глазки щурятся, и тут уже чисто физически приходится улыбаться. Со слюной от желания отправиться куда-то на моречко, я хочу сказать, что у нас сегодня в пин-коде очень серьезные темы. Вот не было бы того, о чем мы сегодня будем говорить, не путешествовала бы ты на море, не поехала, сидела бы в темноте, и все. Ты меня, конечно, заинтриговал. Какая-то очень серьезная тема, видимо, нас ждет сегодня, поэтому предлагаю прямо сейчас посмотреть анонс, и что же приготовила для вас наша команда. Интересно, посмотрим. Сегодня в программе. Реалити продолжается. Смотри видеодневники и всегда оставайся в теме тусовки будущих ведущих пин-код. Мы посетили атомную станцию. Да, ты не ослышался. Расскажем просто о сложном. А мультяшная подруга Пинки объяснит, что такое электричество. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Ну вот видишь, сегодня интересный эфир. Много чего интересного. Вы, кстати, в нашу группу ВКонтакте тоже заходите прямо сейчас. Наташа, как ты думаешь, что нужно, чтобы стать ведущей нашей программы? Ой, ну нужно быть, значит, креативным, умным, веселым, коммуникабельным, симпатичным. А еще что? Нет, это я все про себя, Герман. А ты просто, как ты сказал, себя на мастер-классе не раздражаешь зрителя. Спасибо большое. Пять недель. Наши юные коллеги борются за место ведущего в программе Пин-код. И я тебе скажу, что уже под некоторыми трясется, я скажу, все, земля. Да, ты что, я уже чувствую затылком, как они приближаются, значит, эта конкуренция прямо к нам. Да, действительно, ребята уже научились и сюжеты снимать. В прошлую пятницу они пробовали себя в жанре интервью. И с Германом они, кстати, обучались технике речи. Поэтому заходите, кстати, в наш ютуб-канал. Там есть все мастер-классы, если вы тоже хотите немножко развить свои ораторские способности. Да и вообще, быть активным, веселым, креативным. Все на нашем ютуб-канале, там все мастер-классы. Можно смотреть, когда вам удобно и как вам удобно. Да, кстати, от себя могу сказать, что действительно мастер-класс Германа был очень даже неплохой по технике речи. И он, конечно, будет полезен не только ведущим, но и всем нам, в принципе. Так что заходите в социальные сети, на наш ютуб-канал и ищите мастер-классы, и смотрите. А что же может помочь нашим участникам реалити? Герман, ответ? Ничего. Ответ. Ответ. Ваши зрительские голоса, ребята. Поэтому, пожалуйста, в нашей официальной группе во ВКонтакте не ленимся, оставляем свой голос за наших участников. Ведь каждый голос очень важен. Поэтому оставляйте ваш голос за своих фаворитов. Да, благодаря вашим голосам кто-то может спасти свою жизнь в нашем проекте. Поэтому обязательно, обязательно голосуйте. Ну а пока вы поддерживаете, пишете комментарии, предлагаю посмотреть, как же наши ребята справляются с испытаниями. Кстати, мы сегодня не зря вам не раскрывали всех карт, не говорили, кто покинул шоу. Ой, что я это вслух сказала? Лучше молчи, давайте посмотрим. Вы только посмотрите. Опять и не смеются, веселятся. А ведь центральным событием в реалити на прошлой неделе стал вылет одного из участников. Имя аутсайдера озвучили в прямом эфире. Итак, этот человек Рудович Виолетта. После пятничного выпуска участники остались на мастер-классе. Жан Синкевич поднял важную тему для любого журналиста – искусство интервью. Мне хочется, чтобы вы рассказали свои мысли, для чего необходимо интервью. Интервью – это метод сбора информации. Его можно оформлять разными способами, можно как статью, а можно просто вставить, как будто человек говорит. То есть, ну, в принципе, это метод сбора информации. Для меня это просто мнение человека, которого мы спрашиваем. Ну, на интервью иногда бывает очень уникальная и интересная информация, которую иногда мы не можем найти на других сайтах. Да, ребята, интервью – это не только то, что вы сказали. Это еще и умение вывести собеседника на нужную эмоцию. А вот эмоции некоторых участников вызывают вопросы. Но, как говорится, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Пока ребятам до космоса далеко, а вот в шоу танцы, возможно, возьмут. Только Жан отвлекся на минуту, они уже снова танцуют. Один участник уже дотанцевался и покинул проект. Ребята, запомните, танцы – результата никакого не дадут. Другое дело упражнения, которые вы выполняли на мастер-классе. Уже в следующем выпуске дневников вы увидите, как ребята справились с заданиями Жана. Не забывайте поддерживать участников официальной группы во ВКонтакте программы «Пин-код» и да пребудет с вами сила проекта. Ох, 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 какая жаришка началась у нас в реалити. Даже не представляю, что будет на этой неделе. Ты, пока думаешь про жаришку, предлагаю немножко отвлечься, разрядить, я бы сказал, обстановку. И все-таки обратить внимание на тему нашего сегодняшнего эфира. Наташа, скажи мне, мы говорим про электричество, сколько приборов задействовано у тебя, чтобы ты встала и вышла из дома? Вот от момента пробуждения до выхода на работу. Так, значит, я открываю глаза, с закрытыми глазами передвигаюсь по комнате. Зачем? А только так у меня в квартире работает, значит. Включаю свет, дальше я проверяю телефон на зарядные проценты. Кстати, мы по ночам не заряжаем телефон, это очень опасно, ребята. Для телефонов или для людей? Для людей. А, ты в шапке из фольги спишь, правильно? Ну, так, на всякий случай. Ну, ты по себе не суди людей. Так, дальше мы с вами, значит, телефон проверили, это сделали. Мы с вами идем на кухню, открываем холодильник, потом мы разогреваем еду. У тебя лампочка в холодильнике работает? Да, кстати. У меня перегорело, я понял, что пора худеть, когда у меня перегорела лампочка в холодильнике. Слушай, какой полезный эфир, мы все узнаем о личных историях наших ведущих. Замечательно. Так, я включила чайник, значит, разогрела еду. Потом, ну, давай еще фен посчитаем, если я голову помыла по расписанию. Девочки поймут эту шутку. Ну, все, наверное. Все. Так, все, день закончится. Вот видишь, а без этих приборов ничего бы не было, а мы даже не знаем, как ими пользоваться. Я тебе скажу, что там очень много интересных законов. Вот в школе прошлись законы физики, и все, и забыли. Оказывается, много чего с электричеством интересного связано. Совсем скоро в нашей студии появится человек, который в этом разбирается, потому что я тоже ничего не понимаю, а вот и зря. Оставайтесь с нами, заходите в нашу группу во Вконтакте, можете задавать вопросы, ищите специальный пост с такой вот красивой лампочкой. Оставайтесь на Беларусь-2. Реклама пролетела незаметно, а мы напоминаем вам, что в нашей группе во Вконтакте есть пост, посвященный нашей сегодняшней теме электричества. И сегодня мы вас просим не только оставлять ваши комментарии, но еще и придумать классный мем. А в конце эфира мы все это прочитаем и узнаем, кто же у нас самый креативный из сегодняшних зрителей. И, кстати, к нам уже присоединился гость с очень важной профессией. Конечно, все профессии важны, все профессии нужны, но эта профессия вообще незаменима. У нас сегодня в гостях электрик Андрей. Здравствуйте. Андрей, здрасте. Здравствуйте. Расскажите нам, вы считали вообще среднее количество электроприборов, которые пользуются человек сзади? Ну, вдруг задавали себе таким вопросом? Ну, знаете, достаточно много используем электроприборов, то же самое холодильник, которым постоянно мы пользуемся, товарочная панель, чайник, ту же самую стиралку. Просто помните, вот у меня дома все чаще всего работает, но как-то сейчас уже мало чего ломается, да? Электрик вообще, он для чего нужен? Если ничего не ломается-то? Чтобы все исправно функционировало, поэтому не должно ломаться. Я хороший электрик все сделал, чтобы все хорошо работать. Вот, поэтому если наняли плохого электрика, значит, потом будете переплачивать 20 раз, пока к вам будут приезжать Андрея. Все понятно. Четвертое место профессии электрика занимает среди самых опасных профессий в мире. Вы такую информацию слышали? Как вы вообще к ней относитесь? Нет, знаете, такую информацию не слышал. Ну, я скажу всегда технику безопасности, то ничего не стоит бояться, все будет хорошо, и можно спокойно работать. А я, кстати, слышала, что наша профессия тоже в этом топе находится. Но, правда, мы на 10-м месте, потому что у электриков, безусловно, более опасная профессия. Вы работаете в метелицу и в бурю. Как вы вообще к этому относитесь? Ну, знаете, моя специфика работы, я занимаюсь электромонтажом, я как бы не работаю в экстремальных ситуациях, а те же самые службы аварийные, а ним, да, приходится работать, там, выезжать. Слушайте, ну током-то било когда-нибудь? Ну, било, конечно. Сильно? Как ощущения? Ну, я думаю, всех, наверное, било. Ну, судя по вашей прическе, я не скажу, что вас сильно током било. У меня есть знакомые просто, у которых действительно кажется, что током ударило. Вот, но нет, нет. Ай, вы знаете, я слышала такой миф, правда ли, что лучше в розетке втыркивать всякие приборы правой рукой, а не левой? Это миф или правда? Я знаю, с такой, мне кажется, разницы нет. Ну, чтобы не ударило, но лучше не двумя руками. Ну, я слышала, что, типа, если током ударит, то левой рукой перейдет через сердце, потом в ногу ток, а правой рукой от руки сразу в ногу. Ну, я не знаю, думаю, когда вы что включаете в розетку, вы об этом не задумываете, правильно? Нет. Но это правда или нет, что лучше правой рукой, чем левой? Ну, не знаю, не могу вам сказать. А вообще у электриков есть какие-то суеверия, приметы вообще? Как вы? Есть, да, приметы. Вы можете ли вы через левое плечо две раза на всякий случай? Нельзя браться двумя руками за оголенные оконцы. Да, ну это понятно, хорошие приметы, она и в жизни пригодится. У меня нельзя одной может, у меня нельзя, да. Что еще? Больше лайфхак. Как таково, больше ничего нету, знаете, особо. Что-то еще рассказать. А если плохо работу сделали, вы говорите, у меня просто сглазили. Все просто и понятно. А вы вообще... Надо взять на заметку. А вы чего вообще электриком стали, захотели стать? Потому что в основном сейчас как-то все айтишники, айтишники хотят айтишниками быть и все. Чего электрик? Ну, может, в мои годы айтишниками как бы не было настолько популярно, когда я поступал. Но я, знаете, особо не задумывался, чтобы стать айтишником. Электрик тоже достаточно хорошая профессия. Слушайте, ну почему-то все воспринимают, что это такая рабочая специальность, которая никому не нужна. Вон, где-нибудь будешь работать или нет. Электрики могут хорошо получать? Электрики... Я скажу, электрики, конечно, могут хорошо зарабатывать. Некоторые думают электрик, что ты как бы постоянно работаешь на заводе, да, и что ты там обслуживаешь и так далее. У электрики можно много разных, можно сказать, квалификаций. То есть электрики, да, электромонтеры есть, есть электромонтажники, есть ребята-кодноладчики. То есть, ну, электрики могут хорошо зарабатывать. Если есть, грубо говоря, голова и есть стремление, можно хорошо зарабатывать. Конечно. Я тоже считаю, что в любой профессии главная любовь к своему делу. Если ты его любишь, если это твое призвание, то ты можешь зарабатывать на совершенно любой деятельности. А тем более вон сколько в интернете роликов, как люди показывают, как они гордят свои профессии. Хотя, может быть, и обычная работа для нас, кажется, обычная. А тоже много чего интересного в профессии есть. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть несколько видео и с вами вместе обсудить. И с ТикТока тоже связаны с электричеством. Давайте смотреть внимание на экран. Никогда не трогайте электрические оголенные провода мокрыми руками. От этого они ржавеют и портятся. Вот как вам такой совет, а? Ну да, это такой тоненький юморочек, конечно. Но зато теперь мы знаем, что мокрыми руками... Хороший совет. Хороший, знаете. Но я не слышу. А говорят, что у электрика всегда сухие руки. Нет такого? Не замечали, что организм как-то знает, что с электричеством все, руки не потеют? Ну, обычно, ну да, сухие на самом деле. Ну, хорошо. Давайте вернемся к истокам. Вы вообще расскажите, как вы пришли в профессию? Кто вас вдохновил? Кто вас привел? А вы же хотите в минисферу деятельности уже, да? Да, почему бы и нет? Ну, вы расскажите. Здорово. Да, все очень просто. Поступил в колледж, закончил его. И потом поступил в университет, и закончил университет. Вот и все. И как бы я оказался в этой специальности. А вообще, для того, чтобы быть электриком, нужно какое-то специальное образование? Либо можно всему научиться в интернете, и все. Все-таки это вопрос безопасности? Ну, знаете, диплом – это не гарант того, что ты будешь хорошим специалистом, да? И не гарант того, что ты посмотришь в интернете, в Ютьюбе, на Ютьюбе ролики, и тоже станешь хорошим специалистом. Как бы гарант того, что у тебя есть стремление, есть диплом, скажем так, есть какие-то знания и стремления. В Ютьюбе тоже, я скажу, очень много полезной информации можно почерпнуть. Главное, как это наткнуться на правильные каналы. Ну, и вообще, мне кажется, что сейчас мало кто из обычных людей знает, что такое электричество, как с этим работать, и вообще, как это все происходит. Раньше, мне кажется, люди были гораздо более рукастые. Как вам кажется? Ну, знаете, сейчас довольно рукастых ребят хватает. Я не скажу наоборот, как там молодежь прогрессирует, не стоит на месте, как бы. Ну вот, мы тоже будем в этом помогать. Давайте еще один ролик с ТикТок посмотрим. У нас много, что там интересного по сфере электричества, по теме электричества. Наснимали, потом прокомментируем. Зая, надо вызвать электрика. Зачем? Я сейчас сам все починю. Это на меня похоже, мне кажется, я так же. Вот только хотела сказать, что да. Но каждый должен заниматься своим делом. Мы с Германом своим, а Андрей своим, и прекрасно. А вот, Андрей, расскажите, к вам вообще все обращаются по вопросам электрики? Говорят ли вам соседи? Андрей, ну ты же электрик. По-соседски помоги, по-братски. Минусы профессии. Ну, это не минусы чего. Конечно, люди обращаются. Если электрик, то есть люди думают, что ты должен разбираться в электроприборах. На самом деле это не так, как бы есть свои направления, в которых, грубо говоря, ты разбираешься. Да, народ периодически там соседи спрашивает. То есть, если в моих силах, то я могу, помогай. Это, конечно, все очень сложно. Мне совершенно тяжело разобраться с этой профессией. Я вообще гуманитарий, и мне сегодняшняя тема дается очень сложно. Давайте поговорим про безопасность дома. Тема, которая сейчас актуальна. Я думаю, что многие сейчас видели достаточно грустное видео. Как горят дома, особенно частные, как это все иногда бывает резко. Хотя мы все знаем, что, ну, не надо с пальцев розетку совать. Ваши правила безопасности, они какие? Мои правила безопасности? Что вы людям советуете? Вы же часто видите в доме, что люди делают неправильно. Например, удлинитель, выдлинитель, выдлинитель. У меня так дома подключено. Ну, потому что они там розетку сделали изначально. Ну, иногда, когда нет возможности, да, то люди пользуются удлинителями. Я считаю, если им пользоваться правильно, то будет все хорошо. Как бы удлинитель, выдлинитель. Ну, да, чревато. Что еще? Что еще? Какие ошибки еще люди совершают? Когда строят дом или коттедж, либо квартиру, они зовут просто неправильных электриков. И в итоге что? И в итоге потом мучаются, живут. Либо случаются КЗ, либо какие-то возгорания и так далее. Надо работать с правильными, хорошими специалистами. Ну, я вот смотрю, вы сегодня весь эфир говорите. Такие электрики, не такие электрики. А вы вот расскажите мне, как даме, которая вообще не в курсе, что такое такой или не такой электрик, топ-5 качеств хорошего электрика. Топ-5 качеств. Ну, наверное, пунктуальность. Наверное, пунктуальность. Честно говоря, даже не назову таких четких 5 критериев. Он вовремя тебе все испортит. Вовремя приедет и все хорошо сделает. Давайте посмотрим, что наши зрители, какие мемы они присылают. Сегодня мы просили прислать мемы, связанные с электричеством. И много чего интересного насобирался идти. Давайте посмотрим. Да, действительно, много у нас классных мемов. Вот, например, нам отправили мем. Я, конечно, не электрик, но тут что-то не так. И вода ещет без розетки. Да, тут даже... Когда-нибудь того электрика позвали. Тут даже мне все понятно. Ну или вот, например, такие лайфхаки нам пишет Доминика. Я знаю, что есть лайфхак, что если два человека будут держать в руках лампочку и тереться ногами об ковер, а потом соединят руки вместе, то лампочка включится. Проверим. А, у нас ковра нет. Все, нет ковра. Нет ковра, нет лайфхака. Вы слышали такой лайфхак? Вполне возможно, статическое электричество образуется и загорается лампочкой. И кажется, лампочка не загорится. Ну, к экспериментам мы еще вернемся. Продолжайте, друзья, в том же духе. Присылайте свои мемы, что же вы про электричество вообще знаете, рассказывайте тоже. Ну вот, Эмилия пишет такой вопрос к вам, Андрей. Почему именно электрик? Кем вы хотели стать в детстве? Знаете, как бы, может, в детстве, когда ты мечтал стать космонавтом, как-то у меня выбор просто ограничился. У нас, в городе, где я жил, был колледж. Там была специальность электрики. И я решил туда поступить. Наверное, это был толчок, наверное, чтобы я стал электриком. Вот и все, все очень просто. Какая замечательная краткость. Сестра таланта, замечательная история. Хорошо. А у нас еще есть, кстати, видео в ТикТоке. Я просто так люблю смотреть их, столько смешных. Давайте посмотрим, что еще наши редакторы нашли. Это все твой компьютер виноват. Это смешно. Волне попало, мама сказала, твой компьютер виноват. Ужас. Мне стало страшно на этом видео, я ужастики боюсь. Слушайте, ну а вообще, когда бьет током, какие ощущения? Мне просто даже вот стало интересно. Интересно? Тебе интересно, как бьет током? Давай проверим. Меня особо никогда током не било. Ни разу не било? Нет. Ну, лучше не пробовать. Лучше не пробовать. Ощущения, да, не передай. Сегодня после фигура я что-нибудь... А если произойдет такое условно, это же полезное знание. Что делать в такой ситуации? Тебя ударило током, что делать? Нужно... Если человек попал под потенциал, его бьет током, нужно его, грубо говоря, оттолкнуть от источника, я не знаю, каким-нибудь непроводящим элементом, скажем так, там, табуреткой деревянной. Ну, а после удара что делать? Ведь бывают же бытовые травмы, когда тебя просто ударило от розетки током? От розетки током, ну, обычно, обычно все хорошо, ничего страшного не происходит. Если даже человек ударило током, скажем так, от розетки попал потенциал, если, скажем так, правильно, хорошо собран щит, то же самое, то отработает соответствующая пара защиты, которая гетет на такую втечку, диф-автомат, и обесточит эту розетку. Ну, вообще здесь, да, надо быть аккуратным и как-то разумно пользоваться электроприборами, потому что я видел людей, которые в тройник пять приборов умудряются запихнуть каким-то образом через еще один разветвитель. В общем, много разных историй. Ой, ребят, пока вы разговаривали, я тут наткнулась на классный мем из наших комментариев, нам отправила его надежды. И тут, конечно, только взрослые поймут категорию 18+, которые коммуналку оплачивают сами и знают, что это такое. Девочка говорит отцу, папочка, я боюсь темноты, а он отвечает, скоро ты начнешь платить за электричество, и тогда ты будешь бояться света. Вот так вот, поэтому, друзья, меняйте лампочки на энергосберегающие, и вообще, учитесь беречь электричество. Это нужно для всех с нами. Ну, а на самом деле, у нас же событие значимое не так давно было, заработала атомная электростанция. Это значит, что электричество у нас будет, теперь у нас полностью мы независимы с этой точки зрения, поэтому все, можно смело включать лампочку и знать, что электричество у тебя будет всегда. Ну, по крайней мере, в ближайшие десятилетия это точно. Ну, а прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет с того же места, откуда получается это самое электричество. Островец. Место, где энергия бьет ключом. И это первая атомная электростанция в Беларуси. Но, как оказалось, это была не первая попытка построить атомную станцию. В 83-м году даже начали строить атомный объект, АТЭЦ, так называемый. Но случился Чернобыль, вы знаете, в 86-м году, и все атомные проекты строительства новых атомных мощностей были приостановлены. А уже в 2008 году в качестве места строительства определена островецкая площадка. Звучит все очень серьезно, но нам бы понять, как она устроена. Атомная станция компактная, она всего километр на километр. При этом здесь располагаются два энергоблока. Сердцем атомной электростанции является вот это здание. Здание реактора. Их у нас два, потому что два энергоблока. На каждом энергоблоке свое здание реактора. Топливо для атомной станции на первоначальном этапе выглядит вот таким образом. Это и есть топливная матрица диоксида урана 235-го. Отсюда все начинается. Внутри этой таблеточки маленькой, которая всего 5 грамм весом, происходит вот это чудо рождения энергии. Там происходит деление атомов урана. При этом делении вырабатывается очень много тепла. А чтобы это тепло использовать, такие таблетки помещают в трубки высотой 4,5 метра. После каждый теплоэлемент собирают в кучок. Это и есть топливо. После того, как таблетки упаковали в топливо, собрали это топливо, тепловыделяющая сборка называется топливо для атомной станции. Тепловыделяющие сборки, 163 штуки, загружаются в корпус реактора. На нашем проекте используется примерно вот такой корпус реактора. Только высота его в сборе 20 метров. Внутри его находится топливо. Топливо омывается теплоносителем. Теплоноситель – это водичка только с добавлением определенных элементов. Теперь следующая задача – нагреть воду до 320 градусов и превратить в пар. При этом вода не должна кипеть. Она нагревает с собой воду в другом оборудовании, которое называется парогенератор. Парогенераторе в воде мы разрешаем закипать. И вот этот пар, как и на любой другой тепловой станции, дует на лопасти турбины. Турбина вращается. При этом турбина соединена с генератором. И генератор вырабатывает электричество. То есть все очень просто. Это уж точно. А как понять, что мы в безопасности? Атомная станция вырабатывает много электричества. Но нам очень важно при всем при этом соблюсти условия безопасности. Потому что все атомную станцию немножко побаиваются. Там есть радиация. Это плохо. Но на самом деле мы с вами сейчас находимся в непосредственном близости. До реактора здесь буквально несколько сотен метров. И чувствуем себя неплохо. Да, и правда. Нам вряд ли что-то угрожает. Задаем еще один вопрос. Зачем нам атомная станция? Сложно представить жизнь человека без электричества сегодня. Правда? Сложно представить, что это электричество сегодня вырабатывается станциями на угле. Да, вот мы давным-давно отвыкли от этого, что небо, как всегда, вот черное дымает. Атомная станция – это экономически самая выгодная станция, хотя она тоже и тепловая. Но при этом, как тепловая станция, она не сжигает полезное ископаемое, и при этом не сжигает кислород. То есть она не наносит никакого вреда, абсолютно никакого вреда экологии. Она не наносит самая, получается, экологически чистая станция по производству электроэнергии. И это, кстати, признано во всем мире. У нас, конечно, такая сегодня серьезная тема. Я чувствую себя такой умной. А я думаю, почему у нас в студии больше света стало? Оказывается, все, атомная станция заработала. Можно позволить себе еще пару лампочек. Нет, на самом деле, хороший сюжет объяснили просто, как работает атомная станция. Вот вы-то, наверное, знали, откуда электричество берется, а я, например, нет. Но сегодня мы тоже устроим здесь свою электростанцию, свою не атомную, но обычную. У нас здесь эксперименты, оказывается, тоже можно заряд передавать. Ну, так давайте же скорее перейдем к практике. Да, проведем небольшой опыт. Возьмем пластиковую трубочку, пластиковый цилиндр, кусочек шерсти нам нужен, стакан, монетка и спичка. Да, смотрите, обратите внимание, на монете лежит спичка. Я пять минут так клал, чтобы она лежала, так вы просто не видели, пока сюжеты шли. Но ничего страшного. Что мы сейчас будем делать? Какой мы будем принцип показывать? Сейчас мы возьмем цилиндр этот, натрем его кусочком с шерсти. Кусочек шерсти у нас сегодня исполняет роль носка. Носочек, да. Наоборот, носок роль кусок. Носок, но не кусочек, да, натрем. И что у нас будет с точки зрения закона физики проходить? Мы же не просто так фокус показывать собрались. На поверхности цилиндра образуется статический заряд. Так. И мы его передаем. Да, и то есть, поднося его к стакану, он поляризует стенки стакана, и, соответственно, спичка вращается. Уронили спичку, которую я оставил пять минут. Да, да, да. Ну, давайте, попытка номер два. Так, я еще раз покажу. Ну, обратите внимание, вы думали, как работает ваша беспроводная зарядка для телефона электрическая? Оказывается, так вот. Девочки, мы сейчас с вами, конечно, заскучаем немножко. Давайте обсудим с вами моду и модные тенденции, пока наши мальчики пробуют там что-то делать на умном. На умном. Молодец. Как ты хорошо разбираешься. Давайте еще раз ее, наверное, потрем. Да, немножко натрем. Натрем, чтобы передать заряд энергии. Почему же ничего не происходит? О, работает, творачивается. О, классно. Вот это да. Ну, вы, конечно, фокусник. Это очень смешно звучало, извините. Ну, да, конечно, фокусник. Законы физики знать надо. Я тебе говорил, в школе надо было посещать занятия физики. Тогда вы понимали, что такое есть. Я гуманитарий. Слушайте, такой замечательный эксперимент. Спросят вас, как работает беспроводная зарядка. Вот вы объясните, передаются. Радиоволны? Ну, ну, ты считай. Энергия передается и все. И заряжает ваш телефон. Беспроводная зарядка. Вот такой вот простой эксперимент можно дома провести с электричеством. Слушайте, а я смотрю, вы не с пустыми руками к нам пришли. Что это такое, расскажите нам? Ну, вот так, скажем так, базовый набор у любого электрика, да. Что вообще должно быть у каждого дома, кто хочет электрикой заняться? У каждого дома, наверное, да, у хорошего хозяина. Должны быть пассатижи, скажем так. Так, а для чего они нам нужны дома? Пассатижи. Если контакт плохой или скруточку сделать, сделать скруточку, например, и кусачками ее опустить, скажем так. Зачистить провода. А вот это что такое? Это съемник изоляции, получается, да. То есть, грубо говоря, снимать изоляцию с проводов. Интересно, интересно. Что у вас еще есть? А это пробник, он показывает наличие напряжения и какое-то там 220-380. Полезная штука. А то так можно схватиться за что-нибудь, не понимая, есть там электричество напряжения или нет. Да, чтобы убедиться. Вот этого набора нам абсолютно достаточно, чтобы дома что-то самим делать, правильно? Еще, может, отверточек не хватает. Для каких услуг точно стоит звать электрика? А что лучше самому не делать? Что лучше самому не делать? Я знаю, что нельзя лезть в электроприборы. Ну, да, лучше не лезть в электроприборы. Лучше в ремонт отдать, чем разбираться, где там только что-то. Ну, не, можно самому, конечно, попробовать, если это удача закончится. Я один раз, а нам нельзя. Слушайте, ну, замечательный набор, понятно тебе, что надо с собой брать. Да, совершенно замечательно, особенно на ваших самых сложных словах я все-таки решила позволить себе прерваться на нашу интересную группу ВКонтакте. Тут много смешных мемасиков. Я решила, что тут мне будет чуть более интересно. И сегодня, конечно, Надежда у нас классные такие мемы нам ищет, очень веселые. Вот снова от нее мем к нам пришел. Кто там? Полиция. Откройте. Дома никого нет. А почему свет горит? Сейчас выключу. Это действительно очень весело. И я предлагаю вот именно Надежде сегодня отдать звание самого креативного зрителя сегодняшнего дня. Андрей, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Рассказали про электричество. Нам было интересно. Да, и эксперимент провели. Вот, теперь можно самому показывать, как работает вот этот закон сохранения передачи энергии. Спасибо вам большое. Спасибо. Если, друзья, присаживайтесь, вы посмотрите с нами сюжет. Садитесь, садитесь. Успеете еще сходить куда-нибудь. Хотите убегать от нас? А мы предлагаем вам прямо сейчас, если вы вдруг загорелись с темой электричества, хотите стать энергетиком, посмотреть наш следующий сюжет. Я думаю, что вам будет он очень полезен. Мама, я хочу работать на атомке. Если в голове возник этот вопрос, то прямо сейчас все узнаем. Меня зовут Александр Семенчук. Мне 24 года. Я работаю на Белорусской АЭС в реакторном отделении старшим оператором. Я учился в Белорусском национальном техническом университете на энергетическом факультете по специальности паротурбиноустановки атомных электростанций. Я когда выбирал, куда мне поступать, ну, еще в школьное время, у меня было таких две, грубо говоря, два направления, куда я хотел. Это либо сфера IT, либо, ну, энергетика. Почему я рассматривал энергетику? Потому что у меня отец проработал 20 лет в обычной энергетике. Не атомной, а в обычной энергетике. Вот когда я, ну, я выбирал, вот, как раз открылась эта специальность паротурбиноустановки АЭС. Узнал, что будет строиться атомная электрическая станция. И к тому моменту, как раз, когда я закончил обучение, то, возможно, я смогу сюда попасть. Ну, так, в принципе, и получилось. Туда поступить надо технический склад ума, интересоваться физикой, химией, больше математикой. Ну, такие предметы, если они вам легко даются, и вы не испытываетесь с ними никаких проблем, то и дальше в обучении в университете и на работе у вас тоже не будет особых проблем. Каждый день я встаю, грубо говоря, приезжаю на работу, прихожу на свое рабочее место. Ну, перед этим я, конечно же, переодеваюсь, потому что я работаю в зоне контролируемого доступа. Прихожу, принимаю смену, я как старший оператор, мы следим за нашим оборудованием, так сказать, и делаем различные переключения. Мы начинаем наши обходы по оборудованию, также узнавать, что в процессе работы, что, ну, все с ними хорошо. Поступают различного рода задачи, узнать что-то, посмотреть. Ну, и поэтому каждый день на работе он свой день, грубо говоря, он не повторяется, как день с улока. То есть каждый день что-то новое ты узнаешь, интересуешься, куда-то ходишь. Белорусская С – это режимный объект, поэтому тут любые смартфоны, флешки, фотоаппараты – это запрещены, поэтому надо будет о них забыть на работе. Надо готовиться к тому, что, ну, если вы сюда придете, то надо будет сдавать экзамены. Экзамены бывают непростые. Ну, надо, чтобы получить допуск самостоятельно о работе, надо сдать все экзамены. И экзамены, ну, не просто так, вот, их принимают, а уже очень серьезно, ну, не как в школе, либо в университете. Именно на твое понимание и знание. Вот, вот к этому надо будет готовиться. Ну, и, конечно же, надо готовиться к тому, что надо будет много узнавать, учить постоянно, постоянно развиваться, к чему-то стремиться. И у вас обязательно все получится. Так что мы сегодня что поняли? Если хочешь стать электриком, будь электриком. Хорошая эта специальность, не надо смотреть, прибыльно или нет. Мне кажется, что профессионалы всегда нужны. Вон, смотрите, молодой парень, а уже работает на атомной электростанции. Действительно молодец, поэтому развивайтесь вместе с программой Пинкод, а мы будем вам рассказывать, какие интересные профессии есть и как стать востребованным специалистом. Ну, а впереди у нас небольшая пауза на Беларусь-2. Оставайтесь с нами, продолжим говорить про электричество совсем скоро. Эфир телеканала Беларусь-2 продолжает молодежный интерактивный проект Пинкод, и сегодня мы говорим об электричестве. Наташа, вот ты мне скажи, когда в Минске появилось электричество? Ну, может быть, ты это хоть знаешь? Потому что сегодня, вон, эксперимент нет, не знала, что такое, как электричество работает. Так, ну... Вот нет вопрос? Ну, примерно, ну, давай уже. Тысяча семь восемьсот... Тысяча семь восемьсот, да. Я всегда говорю в такой ситуации на руках истории в 19-м году. Все верно. В 19-м году. Все верно. В 1895-й год стали использовать электричество в Минске, а в 1911-м году появилась линия электропередач. Спроси меня, откуда я это знаю? Откуда ты знаешь вообще? Я не знала, что это... Сценарий написано. А, хитренький. Я-то знаю, что ты не должен такого знать. Я скрывать не буду. Я люблю смотреть нашу рубрику, рубрику «Привет, Пинки». Там, кстати, тоже есть очень много интересной информации. Вообще, надо образованным становиться, потому что, ну, чего в жизни есть, вот живем и не замечаем, как это все работает. Конечно, пора узнать что-то новенькое и нашим зрителям, и мне вместе с вами. Поэтому передаем эфир розоволосые красотки. Розоволосые, да? Правильно, правильно. Ай! Мне это уже надоело. Привет, Пинки! Почему одежда и предметы бьются током? А это дело физики, и объясняется оно понятием статическое электричество. Все в мире состоит из атомов. И джинсы, и свитер, и даже мы. У атомов есть положительные, отрицательные и нейтральные частицы. Обычно у атома одинаковое число таких плюсов и минусов, поэтому у него нулевой заряд. Такая вещь не будет бить током. А что произойдет, если у атома будет разное число плюсов и минусов? Иногда электроны покидают свои орбиты и притягиваются к другим атомам. Чаще всего это происходит в результате трения. И поэтому, если надеть шерстяной свитер и прикоснуться к нему своими руками, можно получить электрический заряд. А током же бьется не только свитер! Источником зарядов может быть синтетический ковер или даже линолеум, по которому вы ходите в шерстяных носках. Многие синтетические поверхности при трении и смене температур способны накапливать заряд. Да, замечала и такое. А волосы электризуются по той же причине? Все верно. Волосы электризуются из-за трения поверхностей. Например, в момент, когда мы надеваем свитер с узким воротом или обтягивающую водолазку. Но в холодное время года сталкиваться с этой проблемой приходится особенно часто. Причин тому несколько. Во-первых, сухость самих волос. Во-вторых, пересушенный воздух в помещении. И как это устранить? Волосы в таком состоянии просто неуправляемые. Самый простой способ – намочить руки и провести ими по волосам. Для снятия статического заряда подойдет термальная вода или антистатик. Если ничего похожего под рукой не оказалось, капелька увлажняющего крема помогут справиться с непослушными волосами. Достаточно просто нанести немного крема на руки и распределить по волосам. Теперь я всегда буду выглядеть отлично. Спасибо, Пинки! Спасибо, Пинки! Да, ребят, я уже соскучилась по нашим участникам реалити. Они у нас в гостях были в пятницу, а сегодня уже вторник. Столько дней прошло, поэтому предлагаю посмотреть за нашей турнирной таблицей, подсмотреть одним глазочком, кто же у нас визирует. Ну, а я напоминаю, что ребята борются за место ведущего нашей программы. Смотреть, как у них это получается, можно в эфире каждую пятницу, да и вообще в течение недели программе в Пинкод. А еще заходите обязательно на наш YouTube-канал, там тоже все выпуски нашего такого реалити. Кто же покинет наш реалити на этой неделе, станет известно уже в пятницу. Вы можете кого-то спасти. Для этого заходите в нашу группу во Вконтакте и голосуйте. Ну что, смотрим, как там распределились места. Ну, пока зрители наши голосуют за Илону Камоску, больше всего 190 голосов у нашей Илоны. На втором месте пока что у нас Аня Ганжур. И на третьем месте Эмилия Фастовская, да, у нее 45 голосов, но, ребят, все еще впереди. А что пишут в комментариях? Давай почитаем к ребятам. Вот, там есть два значок. Ага. Просто интересно даже, что вы считаете и как вы думаете. Так. Илона. Илона самая лучшая, пишут ребята. Слежу за Илоной, хотя из России. Вот, видите, какая у нас широкая география нашего проекта. Это совершенно замечательно. Герман, а, кстати, у тебя есть свои фавориты? Слушай, ну я скажу, что ребята все стараются. Я, конечно, жду, пока все раскроются, потому что пока очень непонятно, как и что. Ребята как-то сидят тихонечко, аккуратненько. Но мне кажется, когда уже запахнет жареным, как говорится, когда их будут становиться все меньше и меньше, борьба будет не шуточной. Потому что сейчас непонятно, получится, не получится. А вот когда ты второй или третий, ну согласись, неприятно занять второе или третье место. Хочется победить и тоже занять место на таком и дуютном теплом диванчике. Совершенно с тобой согласна. Особенно для меня загадка. И вот это про пылесосить надо. Я уже смотрю, тут уже пыль какая-то летит. Ну ладно. Ну вот этим ты и займешься. После эфира будет тебе работка. И, кстати, вернемся к нашему реалити. Я тоже для меня загадка абсолютная. Почему ребята все время говорят, как классно ты сделал сюжет, как хорошо у тебя получилось. И все друг с другом такие любезные. Мне кажется, они забыли, что они борются всего за одно место в финале. И за одно место на этом диване. Ребят, а пока что я хочу напомнить вам, что вот эту классную настолку вы можете выиграть, смотря наши эфиры. Поэтому не забывайте, что у нас есть такие классные друзья. Магазин домашних развлечений Игромастер. Смотрите наши эфиры, выигрывайте настолки, будьте с нами. Вот так. На этой неделе уже мы ее разыграем. Следите тоже за нашими эфирами. Ну и помните, что программа Пинкод это интерактивный проект. Рассказывайте, чем живет ваш город, что интересного там происходит. И приглашайте нашу съемочную группу к вам в гости. Мы обязательно приедем и покажем, что же интересного у вас есть. Но на сегодня все. Будем прощаться с вами. Будем прощаться с вами. Сегодня с вами были Наташа Павшок и Герман Малышицкий. И мы говорим вам... Оставайтесь на Беларусь 2. Хорошего дня. Пускай вторник пройдет ярко. Пока-пока. Пока-пока, ребят. Редактор субтитров А.Семкин